Полностью 5 апреля, сейчас 22 человека. В реестре СМИ уже более 180 человек и организация. Об этом сообщает BBC. Давайте мы продолжим. К нам присоединяется политехнолог и писатель Михаил Шейтельман. Михаил, приветствуем вас. Рады видеть. Добрый день. Да, хотели бы поговорить, поговорить, ну действительно вот такую тему мы сегодня, да, кто есть кто в российской оппозиции. Но я бы хотела, исходя из того, что мы сегодня, ну очень такой, знаете, осторожной эйфорией, но говорим о контрнаступлении на Харьковском направлении. Я сейчас читаю материалы западных аналитиков, что они пишут, что российская оппозиция могла бы сейчас, особенно в эти дни, когда проходили выборы в России, могла бы воспользоваться перманентными провалами вооруженных сил Российской Федерации и стать катализатором определенных изменений в Российской Федерации. Особенно если учесть, какой подарок ВСУ преподнесли российской оппозиции, когда мощно и быстро провели контрнаступление в Харьковской области, ставшее сюрпризом для далеко от военного дела, военно-политического руководства России. Как вы считаете, могла ли российская оппозиция сейчас, да, особенно если мы обратим внимание, что Кремль и сам Владимир Путин умалчивает и не говорит о том, что происходит на Харьковском том же направлении, могла ли российская оппозиция каким-то образом этим воспользоваться и к чему бы это могло привести? То, что мы называли до настоящего времени оппозицией, эти люди, конечно, не могли бы ничем воспользоваться, потому что все они практически находятся вне России. Вот только что вы оглашали список новых иноагентов, которых в России только вчера, там буквально на днях признали иноагентами, и среди них только профессор Валерий Соловей, он единственный, кто находится в России, все остальные давно уже не в России. И даже Валерий Соловей, который смелый человек настолько, что он находится в России, и весь август, как он говорит, заперся, по-моему, где-то дома или прятался, потому что его должны были убить. Поэтому там некому этим воспользоваться, если мы говорим о либеральной оппозиции или даже о других оппозиционерах, таких как, например, Марк Фейгин или Лепа Намарев, которые не относятся к либералам, но тоже находятся вне России. Есть еще оппозиционеры тоже не либерального склада, а скорее такого патриотического, но они сидят в тюрьме, такие как Алексей Навальный, например, поэтому не совсем понятно, кто мог бы этим воспользоваться. Но другое дело, что, похоже, появляется новая оппозиция в России, совершенно новая, а именно в связи с последними поражениями России на фронте уже депутаты 17 разных округов Москвы, Петербурга и Ленинградской области призвали Путина уйти в отставку, а некоторые потребовали даже суда над Путиным. Это новая оппозиция. А еще отдельно появилась правая оппозиция, скажем так, где Зюганов, например, бывший председатель КПРФ, я не знаю, сейчас является ли он официально председателем этой партии, но он потребовал провести мобилизацию, фактически тоже осудив политику, официальную Путин. Мы про это сегодня говорили, я вспоминала о Зюганова, мы как раз работали уже в прямом эфире, и он делал эти заявления определенные. Зюганов действительно является на сегодняшний день и возглавляет КПРФ. Вот вы уже назвали, что две таких оппозиции, определенные это московские депутаты. Но вот советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, министр внутренних дел Украины, говорит о третьей оппозиции, я не знаю, как вы можете это характеризовать, называет ее ультра-националистической оппозицией. И возможно для наших зрителей станет сейчас каким-то таким необычным моментом, кто же может войти в эту оппозицию. Просто хочу, чтобы вы прокомментировали, хотя, возможно, это и какое-то немножечко абсурдное заявление. Эта оппозиция, по мнению Вадима Денисенко, хочет занять место Владимира Жириновского. Вот так вот он говорит. А кто туда войдет? Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Захар Прилепин, Игорь Гиркин и так далее. Эту новую оппозицию можно условно назвать ультра-националистами, желающими быть большими националистами, чем Путин. Так сказал Денисенко в одном из эфиров. Как вы считаете, это такие догадки, либо же сегодня мы можем видеть, что есть и необходимость в Российской Федерации создания даже такой оппозиционной силы? Не знаю. Я не соглашусь с этим списком людей совершенно. Объясню почему. Когда мы говорим про оппозицию, это должны быть политики, люди, которые себя позиционируют, как минимум, как политики. До этого мы перечисляли, не знаю, Пономарев, Фегин, это политики, Навальный, Яшин, это политики. Кто там еще есть? Ну, из таких самых популярных, да? Каспаров, Федорковский, это безусловные политики. Вы сейчас перечисляли людей, Ройзман, естественно, политик. А сейчас вы перечисляли пропагандистов. Все, кроме Стрелкова, это пропагандисты. Пропагандисты не являются политиками, они работают за зарплату, работают на администрацию президента. Если им завтра будет платить кто-то другой, они будут работать на кого-то другого. У них нет никаких идей, поэтому они не могут быть оппозицией, они исполняют то, что им скажут. Среди всех, кого вы назвали, есть Стрелков, который действительно является уже сегодня оппозицией к Путину, которого, ну, наверное, не знаю, можно ли назвать это именно национализмом, но это, безусловно, правая оппозиция, то есть оппозиция патриотическая, оппозиция, которая требует более решительных действий, которая выступает как минимум против Минобороны и постепенно, похоже, начинает выступать против Путина. Вот это явление, которое происходит в связи с нашим наступлением, что те, кто раньше выступал только против действий Шойгу, например, сегодня уже начинают выступать против Путина, требуя более решительных действий. Стрелков, пожалуй, это самый яркий человек, но Зюганов туда примыкает уже сегодня, а также туда примыкают отдельные депутаты от «Единой России». Сегодня депутат от «Единой России» тоже потребовал провести мобилизацию. В свою очередь, кстати, сам Путин остается на нынешних позициях, потому что Песков сегодня указал, что вот мобилизации не будет, и, в частности, указал господину Стрелкову, Песков пресс-секретарь Путина, что всему есть предел, так сказать, что вот эта критика властей, она должна вестись в рамках вот этих драконовских законов.